Шинкёку шинкай В Доме культуры «Современник» прошел ежегодный межрегиональный турнир по шинке и окушинкай каратэ на кубок спортивного клуба «Хидза». Организовывают его уже четвертый раз. На протяжении всего дня около 250 участников показывали свои навыки в этом виде спорта. Девочки и мальчики в возрасте от 6 до 13 лет приехали на турнир в основном из Москвы и Московской области. Также были участники из Калининграда и Республики Дагестан. Ребята очень хорошо настроены. Увидели детишки, конечно, призы хорошие, все такие заряженные, все настроены были прямо на победу. В целом жюри хорошие, оценивали справедливые судьи. Турнир в целом хорошо проходит. От спортивного клуба «Хидза», который базируется в Доме культуры «Современник», в турнире приняли участие 65 человек. Среди ребят есть и победители, в их числе одна из самых молодых спортсменок Алиса Жучкова. Мне очень понравились соревнования, потому что я заняла первое место первый раз на соревнованиях. Это прям первая твоя награда? Да. Ну и как, ощущения? Нравится? Да. Очень, да, горд, очень доволен результатом ребенка. Будем расти дальше стараться. А почему отдали ее в этот спорт? Ее решение было или ваше? Она старшую сестру посмотрела и захотела быть как она. Многие спортивные клубы, чьи воспитанники приехали на турнир, участвуют в нем уже не первый год, как, например, Ямакаси из Москвы. Я привозил сегодня пять участников, как никогда мало, но, как говорится, качеством взяли. В этот раз все пятеро у меня оказались в призах, что для меня было впервые. Заняли три первых места и одно второе, одно третье. Хочу объявить благодарность организаторам турнира. Очень на высоком уровне проводят этот турнир. Уже, наверное, четвертый год подряд приезжаем сюда. Организация на высоком уровне. Что призы, что судейство в плане пунктуальности никогда вопросов не возникает. Турнир был поделен на два этапа. В первом соревновались спортсмены в возрасте от 6 до 9 лет, а во втором – от 10 до 13. И в каждом проходило свое награждение. Всего было подготовлено 47 комплектов наград. Кроме кубков и медалей, ребята получали еще и подарки. Также была и отдельная награда за волю к победе. На самом деле, получилось не так тяжело, как нам предполагалось. Наш руководитель спортивного клуба Ислан Пашаевич организовал всех своих старших подопечных. Они нам помогали. И наша вся творческая группа. Мы все старались помочь, чем смогли. Для меня, как для женщины, конечно, трепетно и волнительно, чтобы не было травм в данной ситуации. Но, слава богу, все хорошо проходит. И впечатления, конечно, очень такие приятные. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение.